Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 5 стихи. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Илеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же себе было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите через Сионовой, сед царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Толкование блаженного Феофилакта. Иисус воссел на ослицу без всякой другой нужды, а единственно для того, чтобы исполнить пророчество и нам показать, с каким смирением нужно ездить, ибо он ехал не на лошадях, а смиренно на осленке. Пророчество исполняет он и буквально, и в переносном смысле. Буквально, воссевши на ослицу, а переносно, воссевши на осленка, то есть на новый, необузданный и непривыкший к повиновению народ, язычников, означает людей, связанных узами собственных грехов. Двое были посланы разрешить эти узы. Павел к язычникам, а Петр к обрезанным, то есть к иудеям. И до ныне двое разрешают нас от грехов, апостол и Евангелие. Христос шествует кротко, ибо в первое пришествие свое Он явился не судить, но спасти мир. Толкование закончилось. Далее комментарии ваши. Милостью Божией истинное понимание спасения, как видим, истолкование блаженного Феофилакта, было сохранено вплоть до 11 века. Хотим ли мы быть в числе слушателей этого чудного истолкователя из Болгарии, дивного грека, Елена по рождению, с большой душой христианина, Своим толкованием он убеждает нас принять в свои сердца и дома чистое евангельское учение и авторов этого Евангелия, святых апостолов. Нужно перебороть себя, провести полную ревизию отношения своей веры. Обратившиеся от чародейства сожгли все свои учебники и книги, приобретенные ими за большую цену. Деяние 19.19 Кто не имел встречи со Христом и с апостолами, кто не обратился прямо по Евангелию ко Христу, да попросит Бога дать Ему решимость сжечь в душе своей и разуме все, что не сходится с Библией. Невозрожденные пастыри в подавляющем большинстве рассеивают не свет Евангелия, а самый настоящий мрак. Они установили не авторитет Библии и святых апостолов, а свой личный, греховный. Знание Священного Писания, Святого Евангелия не требует длительных путешествий и даже более того, удержит тебя от поиска чудес и сверхсомнительных мироточений, слезы и кровоточений, чего бы то ни было. Знание Евангелия и дружба с апостолами прямым путем выводит человека в фаворский свет Христа. Знание Евангелия – это конец блужданий, конец рабства, греху. Человек не будет искать святые места, без пользы тратить время и деньги. Но он склонится у ног Иисуса, будет вникать в каждое слово Священного Писания. Бог наполнит его душу благомыслием и спокойствием. Деяние 17.11 Здешние были благомысленнее в Фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Если человек не будет слушать, что написано в Новом Завете, в Евангелии, святыми апостолами, а будет предпочитать другие наставления и иную литературу, то он в конце жизни и на страшном суде окажется с теми, кому обращена речь апостола Павла, чудного проповедника Евангелия. Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо Дух Святый сказал Отцам нашим через пророка Исаию. Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. Комментарии закончились. Вот комментарии больше всего тревожат священников. Пусть по комментариям меня и вызовут. Они отдельно выбраны в пятом томе. Вот он, пятый том, открытым оком. Вот он как выглядит. Здесь все 297 комментариев, которые я даю на трехтомник толкования Нового Завета. Илья рубит голову уже пророкам Вааловым. Репродукция Гюстава Дорре. Это она не случайно выбрана. Я старался смысл даже по корочке заложить. И вот этот отрывок из Евангелия, когда читают, спрашиваешь, а что ты здесь видишь до себя? А что ты до себя? Это прошедшее все. Даже священники ничего больше взять не могут. А тут-то как раз то, что я в комментарии даю, это самое главное для них. И вот тогда была другая эпоха, другие люди, другой язык. И то, что у нас... Это надо бы на Господу. Ну как Господу, что Богу? А свечку поставить? Это Богу очень важно, чтобы горела свеча. Да еще свеча нечистая, трещит там, стеариновая. Катаракту все зарабатывают от нее. Понимаете, наше положение-то с тем даже сравнивать не приходится. Вот подходит, ну это средство передвижения. Хорошая машина, необъезженная, новенькая, купленная. Это осленок. Я просто приближаю по-простому. Ну и подошел человек и берет. Это самое настоящее воровство. Тебе не принадлежит, отвязывает ее. То есть вскрывает там стекло, вставляет ключ там или что-то. Перемени на сегодняшний день-то. Ну и что, тюрьма. Угон машины, на это статья есть. Еще подобного. Вы пароль скажите. А они что, знать будут? Ваше дело сказать. Это надо бы на Господу. Господу? Да забери ты. Я думал, как Господу угодить? Это надо бы на Господу. Но сегодня-то, не знаю, храмы, 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 храм Христа Спасителя. Это надо бы на Господу. Вот эти плесуньи, которые были там, пусть и рают. Посадить их надо. Это Господу надо, чтобы их не было нечестивым. Нам нужно соединиться с коммунистами КПРФ. Вернуть на прежнее место. Восстановить Советский Союз. Чтобы нас уважали и боялись. Это надо бы на Господу. Сильная держава. Ну почему все за Иосифа Володского-то? Это Сталин в церкви. Диктатор. Инквизитор. Почему Нила Сорского-то? Народ-то вообще не знает его. Чтобы были бедные, бессеребренькие, трудились для Господа. Это Господу надо бы на. Надо бы на Господу что? Моя жизнь. Мое сердце. Да понятия никакого не имеют об этом люди-то. Главное, надо бы на что? Встать, пойти. Надо бы на отстоять службу. Обязательно. Ну, в субботу вечером-то мало ходят. А уж в воскресенье-то обязательно. Но это ничего не значит. Главное, что принести ребенка покрестить. Но и этого нету. Мокрой ладошкой по лбу стукнул, говорит, что мозги по стенке. Теперь его крестить нельзя. Они ему как печать Атихриста ставят этим. Давайте дальше пойдем. Это надо бы на Господу? Оказывается, это надо бы на Господу не знают и, кроме того, извращают. Но и обязательно надо повенчаться. Что повенчаться-то? Когда у него уже в каждом городе по жене, где в командировке был, там и жена. Хуже мусульманина. У того законной жены четыре, он должен их обеспечить, чтобы были накормлены. А тут как скорее увильнуть от элементов, чтобы меньше платить. Я вот беру этот, что я могу назвать его отцом. Балкист это пишет. Мусульманка обратила, жена министра. Он с ней развелся. А у ней служанки, у ней сад, у ней все есть. То есть он ее продолжает кормить, обеспечивать. Да нет у нас этого. Мы с кем не сравним, мы хуже выглядим. Скажи это надо бы на Господу. У человека, может, это последний осленок. У него ехать не на чем. Сразу отступился. Это все равно, что карван сказать. Карван, это значит, посвящается Господу. Все. Человеку есть надо, родитель никогда не прикоснется. Вот я у Господа своровал, святотатство. Если надо бы на Господу, он посвящен Богу уже. И они отступят. Но там же люди, которые стояли. Написано не один, не хозяин только. И для всех это будет как пароль. Да, как заклятие. Ну, а тогда на каждом шагу будут брать. А ты докажи. Апостол Павел говорит, я римский гражданин. А тот говорит, я получил, ты еще начальник, купил за большие деньги. Оно продавалось. Ну, должность покупалась это. А это гражданство. А Павел-то сказал, паспорта не было. В интернет данные Павлова не занесены. Биометрических данных не было. А как? Проверяли. Проверяли. И при том, это были свидетели, говорили, да, он римский гражданин. И они испугались, отступили. Так так любой будет говорить, я римский гражданин. Не любой. А за этим стояла смертная казнь. Значит, нельзя этого было делать. Это сказать о надобном Господу должно было быть подтверждение. Куда они повели? Следили за этим? Куда повели? О, к Иисусу. А после этого, на моем осленке ехал Иисус. Пророк из Назарета, чудотворец. Это, вот надо же, удостоился какой чести. Его осленок. Ты продолжи это дальше-то. А теперь перемени на то, что есть. Хотя бы посредством передвижения. Господу, вот я и дом мой. Будем служить Господу. Вот дети, которые дал мне Господь. Будем служить Богу. Ни дом, ни дети Богу не служат. Жена одна, мунтовавшаяся, может всех детей из церкви вышвырнуть. И никакой управы нет. Так у вас какая управа? Вот у мусульман, там право. За нее возьмутся. В один день ее заставят ходить по одной нитке. А у нас другое есть. Пожаловаться нашим братьям на небе. Пожаловаться Христу. И сказать, не могу управиться Господой. Я, вот как Спиридон говорит, в будущее проповедник, там, Бурятия, Забайкалье. Я, говорит, бедая, бегаю. Я был непослушный такой. Мать одна меня воспитывала. Я забегаю. А гляжу, мама на коленях стоит перед образами и плачет. Господи, вот не слушает он меня. И ничего я не могу сделать. Как мне его доставить к тебе? Он совсем уже мирской. Он как будто в Бога не верит. А мне там 6-7 лет-то. Я, говорит, заплачу, рядом с мамой стану на колени. Да какая мать сегодня так плачет? Мы не берем примеры ни из Библии, ни из житей. У нас лжеправославие, лживое все. И лживое, это виноваты попы. Потому что посвящения Богу нет. Крещение, это усвоение Богу. Это посвящение. Сколько крестит? Сколько крестит, он знает, по кветочкам, где брал деньги. Я в церкви пытался узнать, сколько в епархии было венчаний. 506. А сколько разводов? Я не знаю. Ну, а кого ты венчал вчера? Ну, молодые две пары были. Ну, а где они? Ты был у них? Нет, не был. Ну, а живут они или нет? Есть ли у него жены? Он ничего не знает, поп. Ничего. Вот почему патриарх Кирилл об этом говорит. Надо же следить за этим-то. Кто они такие? Живут они или нет? Ну, войти в эту жизнь. А зачем он пойдет? Ему деньги, у него машина. На этом рассле он сам ездит. Надобен Господу. Все надобно попу. Вот все, свали ему, миллиарды. Ему все будет мало, 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 мало. И покойников обирает. Царство Небесное обещает безбожникам лютым. Брежневу. Всем абсолютно. Уж я не говорю там. Поп поет. Господи, покой. Не раба твоего, а первого президента России. Бориса Николаевича. Даже не Бориса. Это что за молитва такая? Богу нужны первые президенты. Пинчушка. Развалил страну. И стоит он здесь, и патриарх, и отпевает, и на весь мир это видно. Здесь не смех, это горе. Это я беру только слова «надобен Господу». Разбери-ка их. Он надобен Господу. Вот вокруг меня, вот мои хорошие котята. А он тебе надобен Господу? Надобен. Потому что мышей очень много. Они сохраняют книги. Сохраняют еду, где что есть. Которые надо стоить для лагеря, и мука, и все. Вот они, мышатники. Да, они не составляют ценности генофонда, как у кошек разных. Но они прекрасные мышатницы. Не успеешь ли поглянуть, уже мышь несет. Они надобны Господу. Я знаю, некоторые тут не держат никогда. Они для себя живут. У них нету кошек. Почему? Они для себя живут, эти люди. У них и собак никаких нету. Растут. Если дети, то бывает и жестоковынные. Даже для инвалида. Вот кошка в доме, собака. И бывает война, и вот этот белый бим, там черноухо. На три года жизнь увеличивает. Потому что, ну, кому сказать? Тобе рают. Пенсия маленькая. Он пришел. Ну что, я на что тебе куплю-то? Ну ладно, уж как-нибудь проживем. Что ж, мы такие бедолаги с тобой. Главное, деньги олигархам дать. Деньги им нужны. Яхты покупать, клубы. Ну, ничего, пушок. Проживем как-нибудь. И он маленько сбрасывает с себя это. Далее говорит о том, что Иисусу он не нужен был осел. Если всю иудею он исходил пешком, зачем? Исполнить пророчество. «Царь твой грядет, сидя на ослице, молодом осле». Он сидел на ослице, означающей еврейский народ, который знал иго, заповедей Христову, и на осленка пересел. Постилание одежды означает покорность, отдание плоти на служение Богу. Наша плоть нужна Господу. В ней душа находится. Ты посмотри, сколько за этим есть. Когда Иоанн воцарился, написано, военачальники подстилают ему одежду. Иисус едет ему одежду, подстилает. Одежда – это души, одежда, плоть наша. Она для Бога нужна. Никакие наркотики, пьянка не может быть. Сколько в православии пьяных? Я 17 лет только сотрудничал с местной тюрьмой в Барнауле, СИЗО, 22-1. 3700 человек. Ну, там уже 90 с лишним процентов православное. Я им крестиков, по 400 крестиков приносил. Покупал ее. Ну, просят. Ну, через это я как-то пытаюсь к ним достучаться. Все православное. Иеромонахи со вращениями малолетних, священник, сидит там. Купили ему машину, дом, чтобы он работал. А он все прибрал, на жену перевел, и был таковский. Надо бы на Господу это. Да вообще такое православие само. Нужно ли на Господу? Я всегда говорю православным батюшкам, как положение в церкви? Да хорошо, народ-то ходит, так есть все-таки. Ну как, тысячу населения, говорит, шесть человек в воскресенье приходит. Шесть человек. Да что так мало? У вас же Коробейникова здесь, чудотворные иконы идут. Ну, до нас были такие, нехорошая молва осталась. А от него вроде бы лучше. Мы там были, там 450 новых заветов за день раздали людям. Вообще нету. Два Евангелия, что ли, нашли на всю деревню. Надо бы на это Господу. Нужны эти попы, которые пугают только. Я тебя не прищащу, и все, и под забором сдохнешь, в рай не пущу. У него нет никакой власти. Он не знает, как исповедовать. Общая исповедь. Махнул и Петрахелию, и идут. Это надо бы на Господу? По порядку-то в них не во все. Я говорю, скажите, а вы Феофана Затворника признаете? Ну как же, святой. Ну а что он говорил? Мы можем принять это за истину? Конечно, истина. Истина. Ну а давайте он говорит, что одно-два поколения, и православие исчезнет в России. 1861 год. Не одно-два поколения прошло-то после этого. Ну а православие есть. Есть, значит, он лжепророк. А если он не лжепророк, то он имел в виду, не это православие. Доморощенное. Не это и язычество ошаманенное. Он имел в виду православие, которое от апостольских времен, он идет, когда люди знают Бога, вера от слышания, слышание от Слова Божия, любят всем умом, всем сердцем. Ничего этого нет. Еще одно-два поколения. Благословение потеряло силу. И кто это, говорит, преподаватель семинария города Томска. Это и язычество. Ему надо подмять под себя. Они сейчас, я знаю, они пашут на Илларионе, чтобы он от нас отрекся. Что еще? Но это ничего не меняет. Им надо, чтобы мы были под ними, а тут они сразу все зарубят. Батюшку перевезти куда-то надо. Все. Когда мы беседовали, в прошлый раз тут был наш Евтихий епископ Максим, ну что, не доверяйте своему епископу, вот гарантия. Какой гарантия? Полумертвый сидит. Гарантия. Его маленько уже все запретили. Не запретили, а пять лет кончилось. А этот Максима перевели в Елес. Ну и все. Секретаря убрали, а мы сидели. Никого нету. Бывший епископ Антоний Масендич, мэр города Барновула Баварина. Баварин сидит. Ну и губернатор Коршунов закричает какой-то там союз о нравственности. Антоний умирает 41 год. Баварин погибает в автокатастрофе. А того убрали, никого нигде нет. А следующий пришел, а я не подписывал документов. Что на меня навешиваете это? Я буду сотрудничать с церковью. Да пошла она. Зачем они мне нужны? Они ничего не делают, покои только тянут себе, грабят и прочее. Я и отошел. Я пытался сослать. Это уже в газетах печатали фотографии. Улыбаются, смеются. Горе луковое. Ничего этого нету. И далее Господь сидит на ослице, визжает. Это пророчество. А что, обязательно было? У нас даже веры нет в это пророчество у православных. А если бы он не на ослице, а на лошаке въехал? Все, это не Христос, это обманщик. А если бы на мула сел? Мул-то. Это же сильное животное. От скрещивания Кобылы с ослом. А весолом убегает на нем. Мулы у них везде были. Нет, это будет не исполнение пророчества. Только на осленке. И вот сегодня мы сказали, что президент будет только тот, который на отечественной машине будет. На Волге. А не на зарубежье ездит. Он поехал на зарубежье. А сразу это не президент никакой. Как пророчество-то было какое? И все кончилось. Нет пророчества от сегодняшних-то воцаряются, которые избираются там, президенты. Ни об одном нет ни одного пророчества. Написано только при мудрости Соломона. Будет строгое взыскание с начальствующих. Строгое у Бога на суде Божьем. Вот так. Вот это написано. Как Господа, говорит, продали за 30 серебряников. А если бы 29 было? Не Христос это. А 31? Не Христос. Цена меняется, инфляция. Но цена раба остается одна и та же. Никто не может понять, почему цена раба не повышается. Цена раба, притом с башмаками. Вот что интересно. Бывают рабы без башмаков. 30 серебряников. Пророчество. Точнейшее. Это значит, дверью входит. А которое, вопреки пророчествам, это перелазит Инди. Дверями входит пастырь. Это значит, пророчествами. Вот какое толкование. Это все из этого евангельского отрывка мы находим. Оно переворачивает сознание. Другая наша жизнь будет. Для Господа. Мой разум, что я имел для Бога. Что я научился до обращения для Бога. Это надобно Господу. Я надобен Ему. Потому что Он умер за меня, Христос. Он кровь Твою пролил. Страданием на кресте Меня Он искупил. Поэтому все, что у меня есть, Ему принадлежит. А сегодня как? Пять копеек додаст и на двоих разделите. И за десятины сколько спору. Десятина Богу принадлежит исконно. И которая не платит десятину, это воры. Воры не у человека, а у Бога. Меня обкрадывайте, говорит Бог. Меня. Это моя десятина, я приложил. Я тебе дал возможность своей рукой подать священству. А ты ее присвоил. Это попытки не учат этому. Я говорю, почему же это десятина вам? Да зачем она не нужна? На десятинию он от бабок что получит-то? А когда едут эти, освещают машины крутые, офисы, вот тут он получает. Да мало того еще, оклад какой в других государствах, они стоят как бюджетники. Это все в этом отрывке. Считай. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 6 по 9 стихи. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же предшествовавший и сопровождавший восклицал «Осанна, сыну Давидову! Благословен грядущего имя Господне!» «Осанна, вышних!» Толкование. Лука и Марк говорят только о жеребенке. А Матфей об ослице и жеребенке. Но они не противоречат друг другу. Потому что, когда повели осленка, за ним последовала и мать его. Иисус воссел на них, то есть не на двух подъяремных, но на одежды. Или прежде он сидел на ослице, потом на жеребенке. Так как он остановился прежде в синагоге иудейской, а потом перешел к язычникам. По сказанию Писания, расстилание одежд служит выражением чести, а ношение ветвей – признаком торжества. А ты в таинственном смысле пойми из этого, что Господь воссел, когда апостолы подослали ему одежды свои, то есть свои добродетели. Ибо если душа не украшена добродетелями, то Господь не восядет на ней. Предшествовавшие суть пророки, живущие прежде в воплощении Христова, а сопровождавшие, явившиеся после того мученики и преподобные учители, которые подстилают свою одежду Христу. То есть плоть покоряет духу, ибо одежда и покров души есть тело. Если кто не растелит плоти своей, то есть не смирит ее во Христе, который есть путь и жизнь. Если кто не пребывает в нем постоянно, уклоняясь от всякой ереси и неправды, то Господь не восядет на нем. Асанна, по словам некоторых, означает песнь или псалом. А по мнению других, что и вернее, спаси нас, сыни Давидов, грядущий свыше во имя Господне. Грядущим называется Господь, потому что евреи ожидали его пришествия. Так говорит и Иоанн, ты ли еси грядущий, то есть тот ли ты, пришествие которого ожидают, или грядущим называется Господь, потому что ежедневно ожидается его второе пришествие. Посему каждому из нас должно всегда ожидать кончины жизни своей и пришествия Господня, и готовиться к тому. Толкование закончилось. Ну вот одно это толкование только. Священник долбил бы об одном и том же. Плоть свою, то есть возможности, таланты посвятить для Бога. Ну жизнь-то была бы не такая, наверное. И так понятно. А пришел, отстоял, причастился, ну с Богом, все остальное. Главное, чтобы покупали свечки, они их там перепротают несколько раз. Главное, вот в чем заключается. Я всегда говорю, вот если просто, как десанты раньше забрасывали, апостольские где-то, так и сейчас священника, без всего. Вот как он есть, оделся, позатракал, и выкинули его в местность, где никого нету, кроме, ну живут люди, а христиан нету. Давай, трудись. Он будет стоять на одном месте, как раз-то пугало на огороде. Он ничего не знает делать. Ему первым делом храм. Пойдет, а верующие есть. Никого нет верующих, язычники все. Как Стефан Пермский. Как Иннокентий Вениаминов. Вот так. Вот Макарий Алтайский, Глухарев. Забросили его в Алтайские горы. Ну и, ну как забросили, послали, он там был. И вот он начинает, что делать-то он? Он не знает, с чего мочать-то. Но Господь, видя его расположение, показал, люди болеют. У него там с тобой мази какие-то, там всегда миссионеры делали. Они имели медицинское образование. Он давай в юртах у них чистоту наводить, веником подметать, убирать. И они увидели, какой он хороший-то. Питается совсем немножко, все время работает. Тут что-то там делает. И он подходит, ему начинает. Плетет он, плетет для него. Ну нет же этого ничего. Священство отдалилось от народа настолько, что патриарх говорит. И уже к священникам не обращается. 98% меня не слышат, патриарх. Алексей Второй Ридигер говорил. Теперь к прихожанам, ну подходите к батюшке сами, раз он не подходит. Ну попросите с кем у на чай хотя бы. Ну, только не говорят. Ну выпей, тут может быть быстрее бы он согласился, на троих сообразить. То есть священника бесполезно убеждать, чтобы он спас своих близок. Нам Бог дал вот это иметь. У нас священник всегда с нами. Праздник какой, священник готовит на всех еду со своими прихожанами. Он барана заколит, у батюшки все есть. Сколько лет? 20 лет, 22 года здесь. И сколько он этих батюшка обедов-то сделал-то. И все есть. И сидим как одна семья. И так тут же епископ. Епископ, епископ, ночевать кому-то пойдет. Вот я пас овечек здесь. Епископ со мной пошел овечек пасти. Там прошлогодняя солома, сильно много сгружено было. Мы залезли, легли, обо всем, обо всем рассуждаем. Ну пусть назовут мне в России, за рубежом патриархии. Где такой епископ есть, который поборный не брал? Не брал. Никогда и ни разу. Это Евтихий, и Курочкин. И больше они не могут назвать. Так он был-то опять же не в патриархии. Потом уж туда свалился. И вот это места, которые считаем Писанием. Надо подумать, а как бы я был? Ну сейчас, как бы Бог пришел, а я бы его встретил. Ну рассказ есть. Что предупредил, я сегодня приду к тебе. Ну Лев Толстой это пишет. Солдатка пришла с ребенком. Мне некогда. Я господа жду. Выпроводила. Солдат там деревянная нога. Мне некогда. Мальчишку поймали, в уши дерут. Мне некогда. А ну Господь пришел и говорит, я трижды приходил, ты меня не принял. Как? Сегодня фильм ставят. Это вот притча разная православная. Но на деле-то покажите это. Да, трогательное, говорят. Сердтощипательное. Но на деле-то. Вы покажите, как это делается. Кого? Где? Приняли. Чем накормили? Чем напоили? На все такие цены нитка мерзостью обмазана. Называется свеча. Там тоненькая-тоненькая. Вот как вот этот провод. Где-то. Я посмотрел, какие деньги больше. И все, цена, цена, цена. И где-то. Везде. Это я был и на Берсеневке. Был у отца Наума. В этом Тбилиси. Нынче только где мы были-то. Я говорю про батюшек, которые, ну не такие, как все, которые с народом. У всех абсолютно торговля идет. Они не могут без этого. У нас этого нет. Как мы выживаем? Я вот сегодня только размышлял об этом. Где пусть покажут баптисты, адвентисты, где есть такая община, где запрещено звать к себе. У нас запрещено это. Мы можем призывать только Господа. Уж человек, если он нас узнал, просится. Мы сначала узнаем его. Столько время пройдет, пока, допустим, один раз побыть у нас на богослужении. Да как вы исчезете? Ну вот не исчезли. Пока, по милости Божией, много не будет. За сто не завалят. Мы всех зовем, где бываем, в храмы Московской Патриархии людей. Да как там же они гибнут, так это. Но ничего по-другому не можем пока сделать. Себе звать нельзя. Нельзя, потому что мы сразу начинаем закрывать образ Христов. Мы карикатура на христиан. Вот и все. Еще немного. Евангелие от Матфея. 21 глава с 10 по 11 стихи. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей? Народ же говорил, все есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Толкование. Народ бесхистростный и простой, не завидовал Христу, но и не имел о нем надлежащего понятия, почему и называл его пророком. Но так как он произносит слово, пророк с артиклем, то можно думать, что он разумел в нем ожидаемого пророка, то есть того, о котором Моисей сказал, как меня, пророка вам, воздвигнет Господь Бог. Он не сказал просто без артикля пророк, но с артиклем, то есть именно ожидаемый пророк. Все, толкование. Все, слава Богу. На сегодня, пока довольны, мы получили хороший урок. Сегодня у нас 31 августа 2013 года. Вот сколько уже там? Наверное, уже скоро 6 часов. Вот, 6. Слава Иисусу. Последние известия послушаем сейчас. Ну-ка, послушай, запрошу, что тут у них. Последние известия. Нас интересует, что там делается на заливных лугах. Хабаровск, Амурская область. Где-то президент наш. Мы молимся о нем, чтобы на него покушения не было. На Владимира. Там его слуги, министры. Чтобы обошлось как-то без кровопролития. Потому что враги везде подсиживают. Видите, какой приемник? Его на улицу выбросить никто не возьмет. А он у нас работает. Работает только лежа. Прямо он не работает. Вот я его положу сюда. И сейчас мы должны начать все последние известия. Вот и все. Все. Я не понимаю, почему нет. По-моему, уже должно. Ага. Сейчас. Одна минута еще может быть есть. Больше радио там не нужно. Телевизора у нас нет. Я категорически против телевизора. Советую их с этажей сбрасывать и разбивать эту мерзость. Но у нас много видеофильмов. Вот сколько стоит. Вот посмотрите. Даже можно показать. Видишь как? Это сотни-сотни фильмов. Научные. Это все здесь. Начинается. Вот. Все подсердник уже. Время 3 часа. Радио России. Всему свое. Это здорово. Информационная программа. Вести. Микрофон от Аисия Сидельникова. Здравствуйте. В этом выпуске. Собранные в Сирии материалы будут анализировать в течение двух недель. Путин и Обама не планируют отдельную встречу на полях саммита 20-ки. И в Париже почтят память погибших в Беслане детей. Подробности занят. Анализ материалов, полученных экспертами ООН в Сирии, может занять две недели, сообщил генсек Пан Гимон. Сбор данный уже завершен. Итоги работы позволят подтвердить или опровергнуть сообщения о применении химоружия в Сирии. Сегодня эксперты, как ожидается, покинут республику.